Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Осень приходит, но это не значит, что мы должны быть лишены наших любимых растений, которые дают нам вкусный и полезный урожай. Одна из важных категорий растений, которые снабжают нас большим количеством витаминов и полезных веществ, это зеленые культуры, так они называются, петрушка, укроп, салаты и так далее, и так далее. Поскольку выращивать их в домашних условиях достаточно энергозатратно, надо много света, чтобы в зимний период их выращивать, то сейчас очень большой популярностью пользуется микрозелень. Но это тоже определенные риски, плесневение там семян, надо дорогие семена покупать, чтобы ничего не плесневело и прочее, прочее, прочее. Но можем ли мы сейчас что-то сделать для того, чтобы получать полезную вкусную зелень на протяжении всего следующего периода, пока весной мы снова не начнем щипать щавель, там же петрушечку отрастающую, лучок и так далее. Конечно, можем. Процедура эта очень простая. Нужно взять и что-нибудь посадить, пересадить в горшок. Вот я очень люблю выращивать мяту. Никаких подсветок, ничего не нужно. У меня этой мяты много, много разных сортов. Просто необходимо взять кусочек растения и просто-напросто пересадить в горшок. И все, больше ничего не нужно. И вот обрезать, конечно, необходимо. И поставить теперь прохладное место. И когда будет желание получить зелень, просто этот горшок на подоконник, на кухне или в комнату где-то поставил. Мята эта начинает отрастать. И щиплешь, щиплешь, щиплешь эти зеленые росточки. Ну, несмотря на то, что там килограммами ее не получишь, а все-таки это значительное подспорье в обеспечении себя витаминами, полезными веществами, в чаек даже положить. Ну и даже эмоционально это очень приятно. Не знаю, мне мята очень нравится. Она на меня очень благотворно действует. Если говорить о каких-то так же эфиромасличных растениях, то можно вполне использовать точно так же и исоп, и мелису, ну и другие многолетние, там лафант анисовый, другие многолетние подобного рода травы. Очень хорошо пересаживаются и выгоняются. Петрушка, корневую лучше брать, и сельдерей. Замечательно выгоняется. Сельдерей и листовой выгоняется, и черешковый. Просто прекрасно. Также замечательно выгоняются многолетние луки. С ними можно поступить аналогичным образом. Просто пересадить, обрезать и поставить в темное, холодное место. Допускается даже промерзание этих горшков. А потом, по мере необходимости, достаете их откуда-то, то ли из подвала, то ли из чердака, то ли из балкона. Ну там, где только холодно должно быть. И они быстренько-быстренько дают вам хорошую, замечательную зелень. При необходимости можно даже пересадить к себе в горшок какую-нибудь листовую капусту позднего срока посева. Ну вот у меня листовая капуста нормального срока посева вот здесь растет. И более позднего срока посева, она вот такая вот маленькая. И тоже ее пересадить, и еще можно долго-долго с нее щипать листочки, собирать этот самый урожай. Но при переносе вот таких растений в горшок, потом в теплое место, возникает одна серьезная проблема. И это проблема всевозможные мухи, всевозможные вредители, мушки, которые из этих горшков могут вылетать в огромном количестве. Они же тоже просыпаются от этого тепла. И вот для того, чтобы не допустить вот этих неприятных последствий переноса с огорода растений к себе в дом, необходимо взять очень простую вещь. Берете Баверию Профит, просто обыкновенную Баверию Профит. Разводите 1 к 100 и как следует проливаете горшки перед тем, как их занести уже на хранение. И после того, как вы их заносите в теплое место, вы также просто-напросто полив ведете раствором с Баверией. И в этом случае никакие черные там и прочие мушки не станут досаждать вам и не испортят вам удовольствие от получения и выращивания вот такой вот домашней полезной зелени. Что ж, воспользуйтесь обязательно этим советом для того, чтобы и зимой пользоваться подарками своего огорода. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи.